Захват берется четыре паты сюда, для новичков отсюда переход. Второй захват берется отсюда, то есть перехват отсюда. Если мы берем ноги, берут сверху, по прорискому движению соперник, соперник, когда рукав дерг, рыбаясь наверх, то тоже рука двух не держится. Поэтому удобнее все снизу брать, когда более устойчиво удерживать захват. Попробуем только смотреть. Поэтому классический вариант для новичков, как все удобнее, особенно удобнее, когда работают с ним, когда он всегда идет. Как мы видим, катану делается на линии. Если мы делаем соперника подгоняя подвину, все-таки, думаю, в год, то само, когда заходят, то есть захват сверху взяли, то когда заходят ногами, то именно параллельно не доставлять. То есть не боком, не так, не ся, так ноги не сломать, а именно параллельно. Нога полусомка, в этот момент идет загрузка соперника. Еще я смотрю, первый раз, загрузили. Второе движение уже идет. Одно время нога уходит, вот она вот, и сночки прибывают сюда. То есть выбить в облик. Вот у тебя. В этот момент руками тоже грузим. И получается раз, два. Еще раз смотрим. То есть загоняем соперника, и мы тоже так стоим на линиях. Раз, проломить, ага, руками загрузил. И когда второе движение идет, то руку ногу вытаскиваем одновременно, и руками плавно наверху, да, это загрузка идет. Идет в листках. Раз, два. И кидая, смотрю вот сюда прям. То есть не туда, не сюда, а именно туда. Желательно, когда новичков учим, учим одновременно работать в правую и в левую сторону. Если в левую сторону, получать четыре пальцы. Здесь берем верхний захват пальцев, отсюда берем. Тогда тоже самое. Раз, загрузим. Вот. Вот это первый вариант основного броска, когда учим новичков. Второй вариант у нас, что идет. Второй вариант у нас, мы идем, давайте возьмем, рассмотрим с бокового захвата. То есть вариантов захвата очень много. То есть соперник, когда сбоку держит, и в основном удобнее, когда с голенцем тоже. Соперник руками загрузили, перехватили этот захват. Ногу потихонечку не били. Соперник, и ты напорный, но в этом новичке, отсюда заходим в подмышку. Еще отсмотр. То есть соперник из-за грузины, в зале захват, ногу били, как на голове, отсюда потом покажем вариант, и отсюда на заднюю. Когда, посмотрите, еще работаем, а когда на заднюю заходу, вторая нога, эта дали, она стоит за спиной. В этом момент вы строите броска. Вот это идет второй вариант. Третий вариант, рассмотрим. То есть загрузка с односторонним захватом. То есть отсюда берем захват, перегрузили, схватила, и отсюда захожу, и не положу заднюю подмышку. Это и есть остаюсь в стойке. Еще раз. Загрузили, перехватили, захватили, перехватили, захватили, перехватили, сбросили. Теперь тоже самый бросок выполняем. Но если я делаю спадение сама, то есть соперник загрузил, отсюда захватила, и здесь, смотрите, рукой загружаем. И отсюда нога вылетает не по прямой, а на боковой. И спадем. После этого сразу другу удержали перехваты и захват. Голову отключаем. Голову отключаем. Для чего? Рук стремится перехватить. Для того, чтобы соперник не ушел через мостик. Видите, отключила. Вот, он никуда не дергается. Этот забросок как бы был более для меня короноприемный. То есть отсюда загрузили, перехватили, грузовули, стадина ушла и быстро перехватили. Следующий вариант задней подножки выполняем. Когда соперник захват сверху держит, также сменяю захваты. Я борюсь с соперником. Руку перехватываю. Загружаю соперника за голову. И в этот момент на голову еще раз смотрим. То есть соперника даем сверху вверх. Вот мы угоримся. Руку резко перехватываю. Именно не сюда тяну, как ноги. А на лицо, видите, соперник растянул. В этот момент нога сюда встает. А это за спину идет. И вылавливаю соперника. Довольно часто бывает соперник грузит с этим захватом. Он неудобен. Что мне делать? Руку, локоть ломай, загружай сюда, ведь спина открывает. В этот момент нога сюда встает, отсюда. Еще раз смотрим. То есть соперник идет сверху. Ворвай, идет, рука загружается. И в этот момент задний подъем. Подножка. Так, еще какие варианты у нас есть. У меня, допустим, был еще такой вариант короны. То есть сбоку соперник стоит. Да, вот так, бокаловая стоит. А тебе далеко за ним невозможно сделать. Ну, что сделать. Сбиваю соперник. Видите? Сбили в этот момент. Нога сюда встает. Переход за спину. Еще раз смотрим. То есть, опять грузим. Сбили, подошла. Вариант задней подножки. Затем, еще как вариант, рассмотрим задней подножки. С односторонним захватом. Отсюда можно. То есть, переход, оставайся стой. Не забывай. Еще раз сверху на захват. Находьте вот здесь. Чтобы было бы, вот, смотри. То есть, загрузку загрузили. Нога подошла. И обязательно подошли заново. И после этого, что вы говорите. Если я буду сдалека лезть на этот прием, то соперник меня всегда скамеет. Если я тут залезу, уже все. Я улетаю от своего приема. Поэтому обязательно в этом захвате загрузить с этого. И сюда за спину зайти его. С этого одностороннего захвата и еще делать заднюю подножку с падением. То есть, так же берем односторонний захват. И чуть пониже. Бэтмана попала вот сюда уху. Потому что с этой ниже лука сюда уху. Делаю заднюю подножку. Еще раз смотрим. То есть, отсюда загрузили руку. Видите, уже соперник падает. И одновременно вот это брызгло и за спину. Затем. Варианты задней подножки еще много. Он такой разнообразный прием. И он такой же, так же эффективный, как подхват. Поэтому с этих позиций очень много различных вариантов. Так. Еще вариант задней подножки. Попробуем в районах комбинации. А, еще мой любимый прием задней подножки издалека. То есть, соперник, когда сбоку стоит, я все равно стремилась всегда атаковать соперника. Но когда соперника атакуешь, всегда не забывайте, что нога с ним не опять много. Вот сюда встает. Ведь груз. Но в этот момент, если вы будете запрыгивать на соперника, то соперника вас встретит через грудь. Что получится, если без загрузки. Я захожу, Динара Рушанч, все, встречает. И я улетаю через грудь. Поэтому вот отсюда всегда, особенно это хорошо делать, у кого ноги длинные, у кого рост высокий. То есть, боль в сухожилище, высокие спортсмены. То есть, отсюда вот заход. Видите? И не просто вот так остановить. Если так тоже остановлюсь, у Динара Рушанч есть шанс уйти от этого варианта. Вот, то есть, боль идет. Поэтому мне обязательно надо забежать за соперника одновременно. То есть, только я загрузила, я прыгаю, 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 прыгаю. И отсюда делаю резко бросок. То есть, ножку обязательно загрузить. Если опорную ногу дальнюю мы не загрузим, получается, правой, да, с этой стороны, то соперник всегда либо уйдет, либо скомпит. Поэтому нога идет вот под колено. Видите, ломает как бы колено. Вот отсюда зашла она. В этот момент руками загрузили. И дальняя нога должна заезжать. И после этого только два ноги. Потом, кроме того, что с задней подножкой мы обычно не знаем варианты, надо обязательно сделать их в комбинации. Потому что чем сильнее уровень, тем тяжелее соперника бросить. Это уже вот Динар Рушанович Греец, моим воспитанникам диагнозера спорта. Он тоже очень много передней подножки, коронный прием. Он переднюю подножку показывал. Поэтому он тоже сюда выполнял в комбинации. Задняя подножка в основном в комбинации. Как я выполняла? Загоняла соперник на заднюю подножку. Он когда сопротивлялся, мог бы вот трянуться в дальнюю в сторону убрать. Вот сюда развернуться. И вот в этот момент я стремилась дальнюю ногу вот так ловить. Получается, центр тебя сюда загружала. И делал подсадку. Еще раз смотрим. То есть зашли, отошли, бросили. Желательно еще подсадку до выполнять. Если я зайду и выйду и не догружу соперника, то у меня может даже зацепить вот этот раз. Захожу, вот он зацепан. Может и вывалить мне. Поэтому обязательно соперника надо загрузить пода. То есть зашла, пить, груза, ну, остались вот на дальнюю подножку на это грузить. Получается, вот, вот, вот тоже. Кстати, это один вариант. Второй вариант тоже так же заходим, но делаем поддянутую ногу подсечку. Получается, раз захожу ногу, открою. И вот, включаем подсечкой. То есть в этот момент мы его разворачиваем. Еще раз смотрим. Взвали, как закажу, соперник уходит, подсечкой включаю. Затем, у нас довольно часто, особенно мы, ребята, обучаем на кюх, заднее-назаднее. Есть такой вариант. Где нарушен, он заходит на заднее подножку. Видите, если он так стоит, я улучшу. То есть у меня уже бросит. Поэтому, когда он заходит на заднее, я должна шаг назад сделать. Загрузить его. Ну, получается, броску. Зашел, раз, два. Медленно еще раз показываю. То есть он заходит, я шаг назад, загружаю. И в этот момент мозгом загрузки. Еще у меня коронный прием был. Когда я загоняла, в основном боролась. Рост высокий был. Руки длинные, рычаги длинные. Когда я загрузку делала с верхнего захвата. Вот с этого захвата. Я загоняла соперника на заднюю подножку. Он ногу убирал. То есть загоняю, он ногу убирает. И в этот момент отсюда делал болит. Бросок через себя. То есть он как бы у меня связки выходил с коронного приема. Еще раз смотрю. То есть загрузку можно отсюда сделать. Нет, во рту. Можно загрузку с одной стороны, тогда повыше. Длинный, груздоной. Сюда загнали. Всегда надо под шаг делать. Под шаг сделать. Потом мы выставляем вот сюда. Ноги дальше ногу убирать. Это большая ошибка. Сады мискальзинка накроет вас. И возьмет сверху удержание. Чтобы такого не было, загрузили. Перехватили. Ногу поставили. Это мои трупы потянули. Еще всегда. Можно сразу на удержание отсюда летить. Но заполняем пускай. Накрянем сверху удержания. Затем. Часто у нас ноги борются постоянно в одну сторону. То есть правую сторону загружает. Влево атак нет. Но соперник, допустим, знает, что вы можете в любой момент взять, допустим, подключить ему эту сторону. Я всегда, допустим, эту сторону вот такой. Нарушен себе ногу убираю. Я уже, кто не торгует в левую сторону, он ступорит. Не знает, что делать. Потому что основную сторону его отключили. И он не знает, как атаковать эту сторону. Поэтому я детей учу работать вправо-лево. Еще раз смотрю. Задняя на заднюю идет. Заднюю показала в одну сторону. Но захват при этом невысоко убирала здесь. И переход сейчас пойдет в эту сторону. Вот. Еще раз смотрите. То есть заднюю показала. Но шагну в этот момент руку резко нельзя потеть. А корпус, когда захожу, я не просто так становлюсь, а откручиваюсь. Примерно сажусь, в этот момент крючу, закручиваю. То есть показываю так в одну сторону, а на самом деле атакую в другую сторону. Еще раз. Раз. Ногу убрал. Два. Такой же вариант. Очень хороший бывает под атакой, на зацеп. Вот эту ногу вот сюда. То есть тоже самое. Показала движение заднее. Ногу убрала, нога сюда встает. И атаку подыкнула. И вот сюда. Можно тоже самое. Это вариант делать также с падением. То есть атаку мы показываем. Или ошибаться, когда взял круглый ряд показать. Показала, сюда встала. И вот сюда. И соперник оттуда тоже может перехватить. Потом на удержание. Затем работа бывает с выбивом. То есть ногу туда выбили. Если, как в прошлый раз показала я вам, задняя подножка отсюда можно провести. А если, допустим, ногу выбили, нога вперед ушла. Вот, тогда можно и переднюю даже провести. Тоже показываем заднюю ногу. Убираем. Либо заднюю. Сейчас показываю заднюю. Соперник ногу убирает. Отсюда ногу сюда посадает. И спотину передняя. Делается. С этой позиции, кто хорошо еще выполняет подхват. Особенно на растяжку. Я вот так в прием не очень делаю. Подхват на растяжке. Но он тоже отсюда пойдет. То есть задний показатель. Нога открыла. Отсюда делать подхват. Это у нас хорошо. В основном выполняет единорушеночный подхват. И Владимир Сергеевич. Техника ромка. Так. Еще варианты посмотрим. Если соперник, допустим, делал сбив, и он встает на колено. То есть подчистки отзбиваем. Он на колено встал, и некоторые теряются, не знают, что делать. А теперь мы с заднем пойти на поле. Тоже так же оценивать икону. Если у нас все спины. У нас обычно младший ребят состав, который на пятой кюре работает. То есть на желтой поясе. Они сейчас остаются в этой позиции. Дадим, Дарушанчик. То есть останавливать ногу спины. Их на колено встал. Также немножко перелался. И ступы реально, значит, идет. А теперь зайдите. Вы берем, оплакуйте. Вот тоже самое. У вас будет и полно оцениваться бросок. Потом еще что можно. Это как в этом получается, как в философии. Чем больше думаешь, тем больше вариант всплывает различный. Так. Еще вариант здесь такой. Если соперник влезет с колен. Бросок. Через спину. Залез. В принципе, он спалит снизу. Усталил. Если вы так остановитесь, соперника вас выкинет. То есть получается бросок уже... Я увлечу на япону. Поэтому, если соперник вошел, надо в сторону уходить сразу. Раз. Оп. Его остановили. В этот момент сюда загрузили. То же самое. Это если он в партере остался. А бывает в момент, он еще пытается сделать и потом вставать. Стойку. Если забрыгнул. Вот так, что на лицо это сойдет. И вот он. Видите, он на лице потерял. И я устучаю заднюю помножку. Скажу, что все варианты используем, да? Не нарушаем. Еще есть задняя помножка с двух рукавов. Давайте последний вариант сделать. То есть два рукава берем. Срыв идет. И вот отсюда тоже самое. Идем и не останавливаемся. Груздонули. Зашли. Бросили. Обязательно загрузку делайте в сторону головы. То есть если сюда будет загружать, соперника бесполезно загрузить. Обязательно в бок. Видите? Простянули его. В этот момент зашли в груздону. В основном по задней помножке еще можно что-то вспомнить. Конечно же, автомат, когда все выполняешь, забывайте вот эти варианты. Но все, что в основном я хотела показать, в основном уже показала. Спасибо.